Музыка звучит, нас там очень ждут, побежали вместе маленький мой друг Магазин чудес, в наш магазин чудес Будем вместе мы весело играть, песни петь и бога узнавать Хорошо вам здесь, в нашем магазине чудес Хорошо вам здесь, в нашем магазине чудес Здравствуйте, дорогие детки! Сегодня очень хорошая погода, на улице идет дождик Но мы-то с вами знаем, как важен дождик для всех растений Капельки дождя орошают землю, а воздух становится чистым Когда тучки рассеиваются, вновь светит солнышко А после дождя на небе часто появляется радуга Я очень надеюсь, что мои маленькие посетители не испугаются дождя И не обязательно ко мне заглянут Машенька, ты вся намокла Скорее снимай свой плащ Почему ты пришла без зонтика? Я попрошла чуть раньше Но по дороге со мной случилась одна история Из-за чего я и задержалась Но в том, что ты задержалась, нет ничего страшного А где же все-таки твой зонтик? Сейчас я вам все расскажу Иду я по нашей улице и вижу двух мальчиков Они часто играют в песочницу рядом с магазином И хоть они еще маленькие, но очень даже дружные Тут начал накапывать дождик Я увидела, что один из них пошел домой Его мама позвала А к другому подошли какие-то ребята Очень неопрятные и на вид очень недружелюбные А как ты поняла, что они недружелюбные? Знаете, обычные друзья и добрые люди улыбаются А эти большие мальчики были какие-то серьезными А еще я видела со стороны, что после того, как они подошли к малышу Он стал терять глазки, как будто бы собирался заплакать Что ж там происходило? Неужели малыш плакал? Я сама не сразу поняла, ведь смотрела на них издалека Но потом мне стало интересно И я переживала за маленького мальчика И подошла поближе Тогда я могла даже слышать, что они говорят Большие мальчики заставляли малыша отдать им его машинки Его машинки были очень красивыми И, наверное, они дорого стоили Ну, сколько бы они ни стоили, наверняка они были дороги для малыша Ведь это были те игрушки, которыми он мог весело играть даже один Да, я тоже так думаю И это нечестно и несправедливо отбирать чужие игрушки Ты все правильно поняла, Машенька Но как же дальше вели себя эти мальчики? Чем закончилась история? Я не знала, как помочь маленькому беззащитному мальчику Я забежала в магазинчик И увидела одного мужчину Я попросила у него о помощи Мы вместе подошли к тем ребятам И дяденька очень вежливо, но строго объяснил тем ребятам Что так поступать нехорошо Ну и, конечно же, они должны были вернуть все его машинки И пообещать, что больше никогда не будут обижать младших Я очень надеюсь, что для них это было уроком И они не только не будут обижать младших Но также будут их защищать Но скажи, почему же ты все-таки пришла без зонтика? Видите ли, после того, как те ребята и тот добрый дяденька ушли Дождь пошел сильнее И я отдала свой зонтик своему новому маленькому знакомому При условии, что завтра же, в это же время Он принесет мне его к магазинчику Он очень обрадовался И поэтому я пришла без зонтика Ты поступила очень благородно Ты защитила слабого При этом поступив мудро, попросив помощи у взрослого человека Ты приняла в таком добром деле большое участие Я расскажу тебе историю о защите В этой истории Господь защитил от гибели беззащитного ребеночка Который потом стал великим Божьим человеком Но сначала давай послушаем красивую и благородную песенку о защите Конечно, Эмми Я очень люблю пиклейские истории И красивые песенки И я думаю, что нашим телезрителям тоже будет очень интересно Сколько в мире беззащитностей и слез И людей, которым помощь так нужна Обратитесь к Богу в трудный час И поверьте, не оставит вас Нам примеры в Слове Божьем даны Моисей, малюсенький малыш Был самим он Богом защищен Если тяжело, тебе проси Защити, Господь, меня Всю мою семью Маму, папу и сестер Братьев я люблю С нами будь всегда везде Охраняй от зла Чтобы в мире и любви Вся семья жила Дай нам четкость и внимательность другим И способность им на помощь приходить Не обидеть слабого никак И других добро лишь научить Человек, коль старый, помогать И от зла животных защищать Существа все дышат и живут И отцу небесному поют Защити, Господь, меня Всю мою семью Маму, папу и сестер Братьев я люблю С нами будь всегда Охраняй от зла Чтобы в мире и любви Вся семья жила Вся семья жила Вся семья жила Сегодня я вам расскажу историю О маленьком Моисее Его жизнь оказалась в опасности Но когда он повзрослел Он стал избавителем израильского народа Эта история записана в Библии В книге Исход Моисей родился в то время Когда израильтяне жили в Египте У них рождалось много деток Поэтому однажды фараон заметил Что израильтян стало очень много Он стал переживать по этому поводу Фараон сказал своим министрам И своему народу Что-то очень много израильтян Стало в Египте У них среди них много сильных мужчин Если вдруг начнется война То может случиться так Что израильтяне присоединятся К нашим врагам И нам самим нужно будет уходить из Египта Тут у фараона появился план Он решил заставить израильтян Много и тяжело работать Он поставил над ними начальников Которые должны были контролировать Как израильтяне выполняют свою работу Теперь народ Божий больше не был свободным народом Египтяне силой заставляли их работать Как рабов Израильскому народу было очень тяжело А какая это была работа? Израильтяне должны были работать на полях А также делать из глины кирпичи Из готовых кирпичей они строили города для запасов Ой, как тяжело им было Но и это еще не все Несмотря на такую тяжелую жизнь Израильтян все равно становилось все больше и больше Они были сильные и здоровые И чем тяжелее им было Тем больше их становилось И тем крепче были люди Египтяне уже всерьез начали их бояться Поэтому фараон приказал бросать в реку Нил Каждого новорожденного мальчика израильтян Которого они замечали Но они же не умеют плавать Он хотел, чтобы все новорожденные мальчики Израильского народа погибали Ведь если бы эти мальчики не вырастали в мужчин Тогда бы они не женились на девушках И у них не рождались бы детки Это ужасное зло Многие мамы плакали Но Господь увидел страдания своего народа И Он послал Избавителя Это и был Моисей? Слушай дальше У одной израильтянки по имени Иохаведа Родился сын Она увидела, что он был очень красив Эта женщина знала, что Бог может спасти ее младенца Поэтому она с молитвой поручила его заботе Божьей Три месяца она скрывала своего сына как могла Но потом это стало больше невозможным И что же с ним случилось? Она сплела корзинку из тростника Осмолила ее, чтобы она не утонула Положила в нее ребенка И спрятала в тростнике у берега реки Нил Посмотри, вот такой вот маленький-маленький был Моисей Совсем беззащитный Хочешь подержать? Подержи Сам Бог избрал Моисея еще до его рождения И поэтому он вложил в сердце матери твердую уверенность В том, что он позаботится о жизни ее малыша Иохаведа послала сестру Моисея Мариам Наблюдать за тем, что случится с малышом И что же случилось? Дочь фараона вышла вместе со своими служанками Искупаться в реке Нил был для египтян священной рекой Поэтому они регулярно в нем купались И вот пока девушка мылась Ее прислужницы ходили по берегу Вдруг принцесса увидела в тростнике корзинку Она попросила рабыню принести ее Когда дочь фараона открыла корзинку Она увидела в ней младенца Маленького плачущего мальчика Она сразу поняла, что это один из еврейских мальчиков И ей стало так жалко его Как ты помнишь, Мариам наблюдала из-за камышей Что происходит с малышом Она была мудрой девочкой Она сразу подошла к принцессе И спросила, не нужно ли найти кормилицу для мальчика Дочь фараона с радостью согласилась Когда девочка привела свою мать Дочь фараона сказала Иохаведе Возьми этого младенца И вскорми его для меня А я тебе за это заплачу Мать с радостью взяла своего сына И благодарила Господа за то, что он услышал ее молитву И защитил жизнь младенца Когда Моисей подрос Мама привела его к дочери фараона И он жил у нее во дворце как сын Принцесса назвала его Моисей Сказав при этом, я вынула его из воды Получается, сам Бог защитил жизнь малыша Через его маму, сестру и дочь фараона? Да, Машенька, это был Божий план спасения жизни Моисея В его жизни действовала сила молитвы Мудрость матери и Божий план относительно будущего израильского народа Какой план? И что Моисей должен был участвовать в этом плане? Божьим планом было спасение израильского народа Бог хотел вывести свой народ из земли египетской Землю большую и хорошую, где текут молоко и мед Об этом мы можем прочитать в Библии, в книге Исход, 3 главе И Господь избрал Моисея быть руководителем своего народа И поэтому Бог защищал и берег Моисея? Конечно, поэтому и нас, верующих в Отца Небесного и Его Сына Иисуса Христа Бог тоже охраняет и защищает чудесным образом Он хочет привести нас в свою чудесную землю, где будет вечное небо, радость и справедливость А что же было дальше со счастливым младенцем Моисеем? За то время, пока Моисей жил в Египте, он получил хорошее образование И хотя он жил во дворце, он всегда помнил, что он еврей Его мама воспитала в нем любовь к Богу и к своему народу И вот однажды, когда он вырос, он решил посмотреть, как же живет его родной народ И, конечно, он увидел, как тяжело приходится израильтянам Однажды наш герой заметил, как египтянин бьет израильтянина Моисей хотел встать на защиту этого бедного человека Так получилось, что, борясь с египтянином, Моисей случайно убил его И, испугавшись, спрятал его в песке На следующий день Моисей увидел, как ссорятся два еврея Он подошел и спросил у одного из них «Да почему убьешь ближнего своего?» А он ответил ему «Ты мне не начальник и ты мне не судья Или ты хочешь убить меня, как убил того египтянина?» Тут Моисей понял, что о том, что случилось, уже знают другие люди Он, конечно, очень испугался А вот когда фараону рассказали о том, что сделал Моисей Тогда он захотел убить Моисея за его поступок А Бог спас Моисея и в этот раз? Да, Моисей убежал в землю Мадиамскую Там он познакомился со священником Иофором и его семьей И остался жить у них Через некоторое время Моисей женился на его дочери Сепфоре Ребята, какую интересную библейскую историю вы сегодня послушали И я вам хочу предложить изготовить поделку-сувенир Которая называется «Корзинка в камышах» Для изготовления поделки нам понадобятся Коробочка, рогожка, цветной картон, зеленая бумага нескольких оттенков Небольшой кусочек ткани, кисточки, ножницы, гуашь, клей А также заранее изготовленные камыши Что такое камыши? Камыши – это такое растение, которое растет в болотистых местах или возле прудов Оно растет на очень крепком стебле И срывают его только взрослые люди, надевая крепкие рукавицы А зачем нужны рукавицы? У камышей очень твердый стебель И для того, чтобы их сорвать, люди надевают рукавицы, чтобы не поранить руки Ну давайте начнем изготовление корзинки Конечно, будет очень интересно Чтобы коробочка превратилась в корзинку, нужно ее завернуть в рогожку Это сделать очень просто Дно коробочки нужно намазать клеем И приклеить ее в середину ткани Так, чтобы со всех сторон осталось одинаковое количество тканей Молодец, и прижимай немножко Да? Теперь намазываем дно коробочки изнутри И приклеиваем туда донышко Теперь берем ножницы И отрезаем лишние уголки Не режется Почему не режется? Ножницы далеко не откладывайте Потому что, может быть, нужно будет что-то подровнять Померить надо вот так Рогожка как раз Или немножко где-то есть что-то лишнее Приблизительно запомнить Что лишнее И его отрезать Отрезала? Все отлично Теперь вот эти боковые стороны коробочки Маленькой кисточкой Намазываем снаружи и снутри клеем И заканчиваем Оборачивать нашу коробочку Вот такая корзинка у нас получилась Но наша поделка называется Корзинка в камышах И поэтому нам нужно Сделать основу для нашего сувенира Для этого из цветного картона Нам нужно вырезать такую форму Которая будет напоминать лужу Маша, ты знаешь, почему я выбрала Картон не голубой А вот такой желтый-коричневый? Да Про Нил обычно пишут, что это Река голубая Голубой Нил Распространенное такое выражение Но на самом деле большую часть времени В этой реке вода Такого бурого-коричневого Или рыжего цвета В основном цвета глины Поэтому мы выбрали такую основу Для нашей поделки Закончила? Теперь нам нужно приклеить корзинку сюда Для этого основа Дно корзинки Намазываем клеем погуще И как-нибудь красиво приклеиваем Снова придавить надо хорошо Теперь нужно приклеить камыши У камышей бывают не только вот такие Цветки Но еще бывают и листья Поэтому я предлагаю листья вырезать Из зеленой бумаги разного цвета Ты знаешь, какие листья у камышей бывают? Узкие и длинные Такие нам надо вырезать Еще хочу обратить твое внимание Что внизу каждый листик нужно разрезать Вот так будет на две части Хорошо Сейчас начнем их приклеивать Приклеивать листики очень просто Одну половинку нужно Внизу то, что мы разрезали Отогнуть в одну сторону Другую половинку в другую сторону И обе их намазать клеем Как будто листик на подставочке стоит Располагать их хорошо с одной стороны корзинки И с другой стороны Чтобы она не вся была закрыта Листьями и камышами Один краешек в одну сторону Другой в другую И намазать клеем Получается Отлично Некоторые листики можно вот так Немного завернуть При помощи ножниц или карандаша Чтобы было более живописно Все замечательно Теперь нам пора приклеивать наши камыши Ребята, вы узнали, что это такое? Маш Это обыкновенные ватные палочки Их просто нужно немного доработать Берем вату Отделяем небольшой кусочек И в одну из частей палочки Вот так докручиваем Тоже хочешь сделать? Ну давай У меня как-то неровно получилось Неровно, потому что не очень туго прикручиваешь Нужно закручивать поплотнее И при помощи коричневой гуаши Мы их раскрашиваем И ставим в маленький стаканчик Чтобы они просохли Все, а те камыши, которые я приготовила заранее Они уже высохли Мы их с тобой давай приклеим Бери И вот вторую часть палочки Ватной Намазываем, клеем Тоже так погуще Намажем побольше И приклеиваем, где нам нравится И прям подержать немножко В корзинку положим пеленку Я предлагаю вот эти пушистые необработанные края Спрятать внутрь Пеленочку Такая корзинка у нас получилась Как красиво Как будто в корзиночке действительно кто-то лежит Как в истории с Моисеем Для изготовления поделки вам понадобится Коробочка, рогожка, цветной картон Зеленая бумага нескольких оттенков Небольшой кусочек ткани Кисточки, ножницы Гуашь, клей и ватные палочки Дно коробочки намажьте клеем И приклейте к середине рогожки Теперь намажьте клеем дно коробочки изнутри И приклейте вырезанное из рогожки донышко А лишние уголки отрежьте Обверните рогожкой стенки коробочки Лишнюю ткань аккуратно срежьте После этого промажьте клеем стенки коробочки И обклейте их рогожкой Из цветного картона вырежьте основу сувенира в форме лужи Дно корзинки намажьте клеем и приклейте к картону Из зеленой бумаги вырежьте листья Внизу вырезанных листиков сделайте надрезы Отогните их в разные стороны И приклейте их к основе поделки Теперь нужно сделать камыши Для этого одну сторону ватной палочки обмотайте ватой Покрасьте палочку гуашью И дождитесь пока она просохнет Нижнюю часть палочки намажьте клеем И приклейте рядом с листиками Внутрь корзинки положите кусочек ткани Как будто там лежит малыш Моисей Дорогие ребята Я очень надеюсь, что вы всегда будете помнить о том Что Бог любит свой народ Верующих в Него людей Он оберегает нас и хранит от всего плохого Богу очень приятно, когда мы каждый день обращаемся к Нему в молитве Потому что нам так необходимо Божье присутствие и Его благословение Бог любит детские молитвы Читая Библию и молясь, мы можем дружить с Иисусом Эмми, я не сказала вам самого главного Чего же, Машенька? Прежде чем помочь тому маленькому мальчику Я помолилась Богу во имя Иисуса Христа Чтобы Он мне помог И я думаю, что это Господь помог мне увидеть того дяденьку Я в этом уверена, Машенька Пусть Бог хранит и вас, наши дорогие друзья Мы прощаемся с вами до новой встречи До свидания Сколько в мире беззащитностей и слез И людей, которым помощь так нужна Обратитесь к Богу в трудный час И поверьте, не оставит вас Нам примеры в Слове Божьем даны Моисей, малюсенький малыш Был самим Он Богом защищен Если тяжело, тебе проси Защити, Господь, меня Всю мою семью Маму, папу и сестер Братьев я люблю С нами будь всегда везде Охраняй от зла Чтобы в мире и любви Вся семья жила Дай нам чуткость и внимательность другим И способность им на помощь приходить Не обидеть слабого никак И других добро лишь научить Человек, коль старый, помогать И от зла животных защищать Существа все дышат и живут И отцу небесному поют Защити, Господь, меня Всю мою семью Маму, папу и сестер Братьев я люблю С нами будь всегда Охраняй от зла Чтобы в мире и любви Вся семья жила Вся семья жила Вся семья жила Братьев я люблю С вами был Игорь Негода